Дорогие соотечественники! Древняя мудрость учит. Чем больше языков знает человек, тем он более культурен. И не только более культурен, а тем он более договороспособен. А раз так, значит ему больше доверия. А слово доверие по латыни звучит так. Кре-де-ре. Креде. Кстати, на нашем молдавском языке, а креди – это тоже глагол означает что? Доверять, верить. Так вот, если хочешь намутить воды и потерять кредит, можно даже так сказать, кредит доверия, для этого достаточно бросить камень в языки, на которых говорят люди. И вот для того, чтобы понять всю важность и всю тонкость межнациональных отношений, а у нас общенациональная структура общества, которая состоит из многих национальностей, которая еще со времен Дмитрия Кантемира вызывала удивление тем, что люди, говорящие на разных языках, в разных культурах, так прекрасно всегда сосуществовали на нашей молдавской земле. И вот для того, чтобы понять, насколько важен язык любого народа, насколько важно уважение к языку всех народов, которые населяют нашу страну, и как опасно играться с законами о языке, мы поговорим с замечательным юристом, культурологом, человеком, который прекрасно знает историю государства и права. Сергеем Мишиным. Сергей, добрый день. Добрый вечер. Я не случайно начал вот эту нашу передачу с того, насколько важно понятие доверия. Потому что вот берем банковские кредиты, то есть нет кредита, нет ничего. Чисто экономически, если брать. А если речь идет о чисто человеческом отношении друг к другу, уважении друг к другу, вере в своего соседа, в своего соотечественника, мы же не зря говорим о соотечественниках. И насколько опасно играться вот с этими законами о языках, стараясь либо угодить кому-то, или из-за рубежа, или внутри, какая-то политическая конъюнктура. Или, может, это политики, это вообще люди, которые только на этом и живут, что разбивают людей на какие-то кластеры электоральные. Им чем хуже, тем лучше. А, скажем, судопроизводство, люди закона, которые должны стоять на страже вот этих всех отношений, мы же говорим, что вот дура лекс, лекс и так далее. Да, закон может и дура лекс, слово дура понимается по латыни, крепкое, нечто основательное, но относиться к нему можно с большим уважением, а можно этим законом играть, как вздумается, исходя из какой-то внешней международной или внутренней политиканской, политической конъюнктуры. Вот что говорит об этом фундаментальная вот эта дисциплина «История государства и права», о чем говорит опыт народов, о чем говорит, ну, скажем, практика конституционных судов в различных странах мира, или к чему приводит вот это, когда конституционные суды перестают играть роль высшего арбитра общества, превращаются, ну, скажем, в слуг политических каких-то группировок, конъюнктур. Вот, или я что-то не то говорю, я, может, что-то неправильно, я как-то не профессионал, не юрист. Вы сейчас подводите очень правильно по поводу конституционного суда, но давайте начнем для наших телезрителей все по порядку. То, что доверие между людьми должно быть, оно, в принципе, есть и существует у нас в государстве. Но у нас нет самого главного. У нас сегодня нет доверия у людей к самому государству. Так вот, основа теории государства и права говорит о том, что для чего создано государство, для того, чтобы управлять обществом, которое проживает в нем. И, соответственно, это общество делегирует свои полномочия различным структурам. В нашем случае это парламент Республики Молдова как законодательный орган власти. То есть люди, голосуя на выборах в парламент депутатов, они делегируют свои полномочия по управлению этим государством. Но, соответственно, в обратную сторону они, когда голосуют, они доверяют, доверяют свой голос, доверяют... То есть опять все начинается с доверия. Конечно. Ключевое слово. Тут доверие. И вот самое страшное, что у нас сегодня происходит в государстве на протяжении особенно последних четырех лет, что люди перестали доверять государству, перестали доверять государственным органам. Люди не верят политикам, люди не верят тем людям, тем депутатам... Институтам власти. Так, а мы уже исходим из этого. Потому что если человек не доверяет депутату, которому он доверил свой голос, соответственно, он уже дальше по структуре и начинает не доверять другим. Согласен. Вот это база, это основа. Соответственно, если люди не доверяют государству, почему? Теперь мы обращаемся вот к государству и праву, да? Мы обращаемся к праву. Потому что государственные органы, которые сегодня находятся у власти, не уважают право, не уважают закон. Где мы это говорим? Вот даже по законному функционированию языков. Конституционный суд не представляет общество. Конституционный суд выше. Конституционный суд представляет конституцию страны. Конституция страны это основной закон нашего государства, который должны чтить все. И Конституционный суд в данном случае стоит на страже. Это Цербер, который строго буквы и дух Конституции. Он стоит на страже, чтобы эту Конституцию не нарушали, чтобы она исполнялась. Как должно быть. Как должно быть. Вы сначала спросили, как это происходит в мировых странах. Вот я говорю, что в мировых странах это именно происходит так. Конституционный суд в страже Конституции. Вот если в Конституции написано черным по белому должно быть так, кто-то из органов государственных сделал, что это не так, соответственно, Конституционный суд ставит их на место. И говорит, ребята, не шутите, в Конституции написано по-другому. Вы не имеете права нарушать. Что же происходит у нас? У нас Конституционный суд на протяжении последних двух лет превратился именно в политический орган. Он выносит... Предаток. Он превратился в самый настоящий раз ты по заказу ты предаток. Но в данном случае он даже не предаток. Вы понимаете, что... Он сервильный становится. Конституционный суд. Он служит незакону, незащите закону. Он конъюнктуре. Он превращается в олигархическую систему. Инструмен. Вы знаете, как высказал в свое время господин Джон Локк, он сказал очень простую фразу, что попирание и несоблюдение закона со стороны государственных структур приводит к тирании. Вот мы сегодня в Республике Молдова можем наблюдать первую стезю к тому, что мы идем к тирании. Мы идем просто к тирании. И причем понятие тирании вывел еще Аристотель в свое время великий мыслитель. В четвертой книге о политике он четко указывал именно те пункты и те моменты, как можно прийти к тирании. И вот смотрите, мы привыкли с вами говорить коммунистический режим, демократический режим, буржуазный режим. Но забываем говорить о том, что существует олигархический режим управления государством. Об этом мало кто говорит и никто не задумывается. А ведь есть такое понятие. А самое интересное, и у Платона чуть раньше Аристотеля, он же там идет у него аристократия, олигархия, демократия, тирания. Платон вывел это в общих позиций, а Аристотель, учащийся в школе Платона, уточнил, нет, он учащийся в школе Платона на протяжении 20 лет вывел это именно понятие олигархию как один из методов управления государством. Существенные, принципиальные. А что это говорит? О том, что узкая прослойка бизнес-олигархов управляет бедным населением. А теперь переносим это понятие на Республику Молдова. А у нас это так и есть. Узкая прослойка олигархов, бизнесменов управляет Республикой Молдова. Бедным большинством. Бедным большинством. И оно специально все делает для того, чтобы это большинство было бедным. Все. Почему вот я так вот въедливо от имени телезрителей, я сейчас представляю телезрителей, как бы пробираюсь вот через эти дыбры. Потому что именно Аристотель был тот, который первым ни Милюков, ни другие, который сформулировал, что основа демократического полиса это так называемый вот сейчас названный средний класс, средние люди, которые и не очень богатые, но и не нищие. И вот когда эта прослойка мы видим во всем мире, а у нас в Молдове особенно становится все уже, 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 и мы видим с одной стороны увеличивается, но небольшое число очень богатых, а с другой те, которые входили в средний класс нищают, нищают, пополняют роды очень бедных людей, то мы приходим к выводу, что этот социальный процесс где-то порождает эту олигархию, олигархия содействует, и тогда люди начинают бежать из страны, я так как-то понимаю. Вот я с вами полностью согласен, но вы понимаете, что мы сегодня находимся в 21 веке, и технологии естественно 21 века идут вперед и не стоят на месте, да, и что мы видим, то есть для того, чтобы убрать вот это понимание из мысли людей, простых людей, низшего сослоя, бедноты, убрать, что мы олигархи вами управляем, и вы будете жить всегда в таком состоянии, мы никогда вам не дадим подняться выше, как бы вы не голосовали, нам это выгодно, и мы это хотим, мы будем все равно пытаться обогащаться за счет вас, это принцип олигархии, мы обогащаемся за счет бедных, то есть тем, кому мы управляем, они начинают закидывать различные уловки для того, чтобы общество от этой проблемы увести, и чтобы она не обращала на нее внимания. Скажем так, самое опасное, когда человек начинает задумываться, а почему мы так живем, а ему сразу с экрана реклама, конфетки, бирюльки, игрушки, человеку некогда думать. Нет, это не то, вот нам сегодня поставили в краеугольный камень, сегодня ударили по очень животропещущему вопросу. Давай с языком. Так вот я про языки, я к этому и подвожу. Вопрос, почему люди не задались вопросом, ребята, происходит нечто страшное, а я как-то этого не чувствую и не вижу. Да, конечно, это нехорошо, но пошли дальше. Это не этот эффект. Вы не правы, вы здесь не правы. Вот это равнодушие нас всех. Абсолютно. Оно не опасно? Вот тут, к сожалению, я хочу констатировать факт, что равнодушия нет и это вот нам дает сегодня очень большой плюс. Дай бог. Почему? Давайте мы с вами рассмотрим языковой вопрос. Языковой вопрос у нас в Республике Молдова существует 26 лет. Не сегодня, 26 лет. В 90-х годах, когда приходили к власти либералы, которые кричали за объединение с Румынией, из-за чего у нас, кстати, появилось Приднестровье, из-за чего гагаузский вопрос был. У нас эта проблема стояла очень жестко в 90-х годах, но не настолько жестко, как сегодня. Потом, в 2000-х годах, когда пришли более трезвые силы и понимали, что на языковых вопросах играть нельзя, урегулировали этот момент, приняли ряд очень важных законов, приняли ряд очень важных регламентов и обеспечивали тем этносам, которые проживают на территории Республики Молдова, защиту. И был такой, знаете, как зонтик со стороны государства. И люди чувствовали себя защищенными. И не только защищенными, но и более свободными. И поэтому люди начали жить нормально, люди начали общаться, люди начали работать, люди начали задумываться о том, чтобы будущее их и их детей проходило на территории этого государства. после 2010 года пришли к сожалению власти, в том числе и те же либералы, которые тогда кричали в 90-м году к полной власти. И вот они начали будоражить опять эту тему, языковую тему. Она очень больная по простой причине. У нас сегодня на территории Республики Молдова проживает более 120 этносов различных. Это и украинцы, это и болгары, это гагаузы, это русские сами по себе. И многие из них веками проживают? Это ромы. И многие веками? Конечно. Нет, я сейчас называю... Вот кантемир еще упоминал. Я всех называю этносов, которые здесь живут давно. То, что на сегодняшний день. Нет, и то, что мы на сегодняшний день. Да, то есть это не последние 10, 15, 20 лет. Мы говорим веками, которые проживают на территории Республики Молдова более 100 лет. Исторически сложилось, что русский язык между всеми этими этносами был языком межнационального общения. Причем это статус ему не философы, не законники. Это от жизненно сложившихся укладов традиционных исторических. Но в советское время, давайте вспомним, когда был Советский Союз, но я сейчас не беру только страны Советского Союза, а мы берем из соцлагеря. Это куда входило Польша, Болгария, Чехия, и иные строя, Югославия, которая сейчас раздробилась, благодаря американцам. Мы все друг с другом общались на одном языке, на русском. То есть вы понимаете, что это не 15 стран Советского Союза между собой общались. Это общалось около 25-30 стран. Кстати, Меркель на каком языке говорила? Когда приехала Путина. Конечно, на русском. Меркель говорила на русском. Правильно, потому что русских чуть больше, чем немцев. Давайте так возьмем. И русские все-таки были победителями Великой Отечественной войны. Но тогда сплотились все. И вы понимаете, русский язык, он исторически сложился как язык межнационального общения. И мы между собой друг друга понимаем. Сегодня в Китае русский язык в школах обучается. Сегодня в Чехии, я беру сейчас страны Евросоюза, в Чехии русский язык обучения в школах. Сегодня в Болгарии русский язык обучения в школах. А если мы с вами в Турцию приедем, нас на каком языке быстрее поймут? На русском. Там тоже турки знают русский язык. И они готовы общаться с ним. Кстати, в Греции очень много русскоязычных. В Греции знают русский язык. И греки те же изучают русский язык, потому что они понимают, что если к ним сегодня приедет отдыхают русский, то он... И не только из России, а из любой бывшей республики. Беларусь, украинец, молдаванин, неважно кто, казах. Приедет он... И греку, и турку это достаточно. Это выгодно. Понимаете? Что этот язык выгоден для них? Да. Экономически. А у нас что происходит? А у нас его запрещают. У нас запретили новости на русском языке. У нас запретили образование на русском языке. Сейчас и сам язык запрещают. Фактически. Его охраждение, да? А сегодня, извините, если мы возьмем то, что сделал Конституционный суд 4 июня, что он сделал? Он признал данный закон устаревшим. То есть, получается, три момента. Первое. В этом законе, помимо того, что русский язык является языком межнационального общения, там еще говорится об украинском языке, о болгарском языке, о языке ромов, о гагаумском языке. Это все говорится в этом законе. Там говорится, что государственный язык является молдавским. А, кстати, там ивриты и иди, там все языки. Все языки этносов, проживающих на территории Республики Молдавы. Охваченные. Но плюс. Там говорится о том, что язык молдавский является государственным в этом же законе. И они его признают устаревшим. Но мне еще одно интересно, как они 31 августа будут праздновать День языка. Какого языка они будут праздновать? Вопрос другого, что День языка 31 августа вышел в Молдове благодаря этому закону, который был принят. Понимаете? 29 лет назад. И они его признают устаревшим. А вот мне теперь вопрос, господа конституционные судьи, юристы. Ты сейчас спрашиваешь, как юрист? Я сейчас спрашиваю, как юрист. Как профессионал профессионала. Там сидят доктора хабилитата, доктора права, с научными степенями. У меня вопрос. В 2002 году Конституционный суд Республики Молдова признал этот закон 89-го года конституционным. Вам ничего не кажется? Вы не отменили то решение, оно до сих пор существует. Господа хорошие. Господа хорошие, как вы можете признавать этот закон устаревшим? У меня еще один вопрос. А то, что Венецианская комиссия, европейская, которая анализирует все нормативы. А уж там юристы сидят, хо, не нашим читать. А знаете, что они признали по поводу этого закона и сказали? Они сказали, что это самый лучший закон на постсоветском пространстве по урегулированию межэтнических отношений. Это заключение Венецианской комиссии. И вы посягаете на закон, который 29 лет жил в Республике Молдова. И считался даже Венецианской комиссией. Венецианская комиссия признала его лучшим. И у нас был мир и спокойствие на территории государства благодаря этому закону. Вы говорите, ничего не случилось, у нас все в порядке. И он устарел. Он устарел. Но больше вам того скажу. В юриспруденции, если мы опять возвращаемся к теории государства и права, понятие признания устаревшим есть такое. Можно признать какой-то закон или нормативный акт устаревшим. Но для того, чтобы признать какой-либо закон... Нужны критерии? Нет, тут даже начнем с другого. Критерии это... Обязательно? Нет, это вторая часть. Как ты распознаешь что-то без критерия? Прежде чем использовать критерии, нужны полномочия. Признавать его устаревшим. А, типа вопрос, а кто имеет право комментировать Коран? Мы сначала должны спросить, ребята, а у вас полномочия на это есть? Вообще в юридической практике указано, что закон признать устаревшим может только тот орган, который его издал. В нашем случае это парламент Республики Молдова. Но парламенту Республики Молдова нет было необходимости признавать его устаревшим, потому что они, как законодатели, могли туда вносить изменения. Им никто это не мешал. И раз они туда не вносили изменения, значит, они признали, как орган его издавшим, его нормально. Скажем так, он актуален, поскольку никто, кто правомочен, как ты говоришь. То есть, кроме критерия, еще должна быть правомочия на это, да? Подождите насчет правомочия. А знаете, почему парламент не признавал его устаревшим? Почему? А потому что у парламента тоже нет такого полномочия ни в одном нормативном акте. У парламента, даже у нашего парламента, если мы поднимем регламент парламента, если мы поднимем закон о нормативных актах, у парламента нет полномочия признавать какой-либо любой нормативный акт устаревшим. То есть, если у парламента нет полномочий, у конституционного суда подавно этих полномочий нет. Дорогие соотечественники, я прошу вас обратить сейчас серьезнейшее внимание на то, что говорит Сергей Мишин. Это человек, который... Вот почему я пригласил именно того, кто хорошо сведущ в теории государства и права, и во всех этих вещах, связанных с конституцией, с работой парламента, нас всех и так далее. Обратите внимание, он подчеркивает, что есть такие фундаментальные вещи и понятия, не зная которых, вам любой недобросовестный юрист или представитель законодательного, законотворческого органа или конституционного суда сможет очень легко, простите меня за непрофессорское выражение, навесить лапшу на уши. Поэтому вот то, что сейчас говорит Сергей Мишин, прошу, его очень попрошу, чтобы он для нас всех обобщил сейчас и повторил то, что он сказал. Сергей, очень прошу тебя, потому что люди, ну как мы все в своих заботах, бедах, а тут важнейшие вещи, и мы в них как-то не очень свездущие. Смотрите, если мы рассматриваем конституционный суд, вот если мы берем закон о конституционном суде и кодекс о конституционной юрисдикции, это два основных нормативных акта, благодаря которым они работают и где расписаны их полномочия. У них в полномочиях четко прописано, что они имеют право рассмотреть, является ли закон или иной нормативный акт Республики Молдова конституционным или неконституционным. Что такое конституционное или неконституционное? Это значит, соответствует он Конституции или нет? Все. Больше никаких полномочий у конституционного суда нет. Не признавать устаревшим. Ничего. И даже парламент Республики Молдова не имеет в своих полномочиях признать какой-либо закон или иной нормативный акт устаревшим. Это очень сильное заявление. Это мы исходим из того, что у нас сегодня написано. И Венецианская комиссия, повтори еще раз, признала наш молдавский закон. В 89-го года, как закон МССР, изданный тогдашним, лучшим законом на постсоветском пространстве по урегулированию межэтнических отношений. Сергей, для меня знаешь почему это? У меня есть еще и личный момент. Дело в том, что я знаю, как говорится, поскольку речь идет о моем отце, он был одним из главных концептуалистов и разработчиков этого закона. Я знаю, и твой отец очень много работал о законах, связанных с языками, с концепциями и так далее. То есть тут в данном случае нас где-то-то еще задевает, как людей, чьи отцы делали все возможное для того, чтобы был мир между национальностями нашей страны. Чтобы люди чувствовали себя защищенными, свободными, чтобы они знали, что закон на их стороне, и вот приходят вот эти головотяпы, или головотяпы, это еще простительно, это по глупости как бы, да? А тут у меня подозрение, это не головотяпы, это приходят люди, которые тяпают все это осознанно, разрушают то здание, на котором зиждется государство и общество Республики Молдова. Самое интересное, что я бы даже дальше пошел, этим решением Конституционный суд угрожает национальной безопасности Республики Молдова, потому что вы понимаете, вот сейчас уже начались протесты за сохранение русского языка в Республике Молдова. А мне показалось первоначально, что ты думаешь, что люди как-то помалкивают, ведь это краеугольный камень существования государства. В воскресенье уже прошел митинг в Бельцах, митинг в Вулканештах, митинг в Бессарабке, планируется митинг в Овнеце. То есть люди поднимаются? Люди поднимаются, потому что это проблема. На русском языке в Республике Молдова разговаривает более полутора миллиона человек. Это являются те носители русского языка. Да, смотри, берем из села Молдаванина, почти все владеют русским языком, особенно поколение постарше великолепное. Миктор Иванович, извините, а если мы приедем сегодня, давайте возьмем лекарство, купим здесь в Кишиневе, в любой аптеке, и приедем в Молдавское село, и привезем туда инструкцию на молдавском языке, инструкцию на русском, дадим им две инструкции, просто вот дадим две инструкции человеку в руки, и посмотрим, тот человек, какую инструкцию возьмет читать, он возьмет на молдавском. Но с какой инструкцией он поймет, что там написано? С русской. И у нас, наше парламентское большинство берет и запрещает этот язык, он запрещает инструкции, он запрещает это в законе об защите прав потребителя. Извините, я прихожу в магазин покупать какой-то товар, и я не вижу, что там написано, я не понимаю румынский язык, литературный, я понимаю либо молдавский язык, да, которому меня учили в школе, либо русский язык, которому меня тоже учили в школе. Почему у нас сайты государственных органов, давайте откроем с вами сайт парламента, там три языка, румынский, непонятно почему, да, хотя у нас конституция молдавская, ну ладно, оставим это, бог с ними, литературный. У них есть опять решение конституции, что декларация независимости выше конституции. Кстати, насчет декларации независимой, ты потом вернешься, я вернусь к декларации, прошу не забудь. Второй язык, английский, соглашусь тоже, международный язык, признанный ООН, все, вопросов нет, третий язык французский. А теперь у меня вопрос, господам управленцам из парламента, непосредственно господину Канду, да, потому что он главный администратор в парламенте Республики Молдова. По статистике, сколько людей в Республике Молдова владеет французским языком и сколько людей в Республике Молдова владеет на русском языке, русским языком. Так на каком языке там должна быть информация для граждан Республики Молдова, на французском или на русском? То есть это специальное дело, чтобы никто ничего не понял, чем вы занимаетесь? Сережа, можно я так, чтобы мы как бы немножко, иногда как смех человечества освобождается от глупости, идиотизма смеяться? Тогда подожди, есть на китайском, говорит, полтора миллиарда человек, может нам его включить? А что французский, это что хуже? Петр Иванович, а ничего, что русский язык является шестым языком ООН? Да, да. Это международно признанный язык, международно, организация объединенных наций. И русский язык там является шестым. Да. Так извините, вы не связываете этот язык только с Россией. Это международный язык, признанный международной самой крупной организацией. Тем более, что в нашем ареале, я имею в виду восточную, если взять Европу, да, вот, куда и до Урала, а мы, собственно говоря, мы молдаване, вот, мы в самом центре Европы. Если вот сложить от Урала до карту до Атлантического океана, мы оказываемся где-то на линии ровно посередке. И вот здесь у нас вот зона действия славянских вообще языков, русский один из славянских, широко распространенных, вот, это и есть язык даже регионального межнационального общения. Это и региональный, и международный, и внутренний, понимаете, это язык. И эти пацаны его исключают. Да, и эти пацаны его исключают. Я почему говорю пацаны, потому что, если назвать то, чего они вытворяют, очень серьезно, то это будет очень жесткое слово. А пацаны мы как бы спускаем, ну, балбесы не ведут, что творят. Но самое интересное, вы знаете, вот, когда они распространили Конституционный суд после своего решения пресс-коммуника, то есть для пресса, да, мне интересно, там появилась такая фраза, на которую они ссылались, что якобы этот закон был принят в МССР, а такого государства уже не существует. А мы чьи правоприемники? Вот, вы правильно сейчас. Мы откуда взялись? А уже поняли. То есть МССР, да, такого государства не существует, поэтому в Молдове он не может быть и жить. Тогда у меня к вам вопрос, господа, опять-таки, судьи Конституционного суда, доктора, 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 это мы сейчас еще отдельно скажем. Мы до 2002 года, до 2002 года, у нас действовал Гражданский кодекс МССР, Гражданско-процессуальный кодекс МССР, Трудовой кодекс МССР, Уголовный кодекс МССР и Уголовный кодекс МССР. Хотя сколько лет прошло? Конституция в 1994-2002, да, я специально сейчас. Вот эти кодексы, пять кодексов, перестали действовать на территории Республики Молдова после того, как парламент принял в 2002 году новые кодексы. Все пять вышеперечислены. То есть тут говорится о том, что идет правоприемство. Вместо МССР стала Молдова. Соответственно, все нормативные акты, которые были приняты в МССР, действовали до тех пор, не до принятия Конституции, а до тех пор, пока не принят новый закон, который заменяет предыдущий. И это прерогатива парламента. Только, только. Ребята, опять-таки, из Конституционного суда. Что за мотив выставляете? Вы хотите народу сказать, что, ребята, он устаревший, поэтому мы так сказали? И что за термин устаревший? Вот вы знаете, мне интересно... И он работал, и работает, и должен работать. Мне интересно другое. Чем он устарел? Тогда давайте соберем Конгресс США. Ну, они просто любят США. Давайте соберем Конгресс США. У них Конституция действует с 1771 года. Мне 29 лет, как этот закон. С 1771 года. И пусть Конгресс США признает эту Конституцию, по которой США... Устаревший. Устаревший. А почему нет? Или Конституционный суд Молдова им поможет, расскажет практику, как это сделать. Вы понимаете, до какого маразма... Это идиотизм. До маразма мы доходим. Мы начинаем для того, чтобы прожечь конфликт внутри страны, для того, чтобы отлечь народ от насущных проблем, мы им вбрасываем вот такие вещи. И самое, что интересно, 26 лет национальные меньшинства, но я не могу их национальными меньшинствами называть... Да, слово какое-то меньшинство. Нет, знаете почему? Скажем там, те национальные группы, что живут с нами. Я вам объясню, почему они... Соотечественники. Вот кто они. Я даже больше скажу. Они не национальные меньшинства. Они даже не этносы. Хотя являются представителями этносов. Это граждане республики Молдова. Наши соотечественники. Почему? Потому что, если даже их родители сюда приехали, то многие... Я, извините, родился на территории республики Молдова. Да, я русский по национальности. По этническому. Но я гражданин Молдовы. И я имею право здесь жить. И я имею право по конституции, которую принял парламент республики Молдова, получать образование на языке, которым я выбираю. Не мне должны навязать, а я выбираю. Я имею право слушать новости на том языке, который я выбираю. А не те, что мне в Севску обещания... А не те, что мне хотят вставить. И причем это предусмотрено не только конституцией республики Молдова, но и международными актами и конвенциями, частью которой является республика Молдова. Я имею право общаться с людьми на том языке, на котором я выбираю, и человек со мной согласен общаться. Который с тобой общается. Его устраивает на этом языке? Говорим на этом. Причем они могут сказать, вы знаете, вот вы обязаны знать государственный язык. Согласен. Я обязан. И многие обязаны знать государственный язык. Но вы создаете условия для того, чтобы я его знал. Я его выучу. Если я приду... Вот в Гоговозе это проблема. Учебников, учителей, средств. А в Тараклии. Где это? А в Тараклии. А в украинских селах. А в русских селах по всей территории республики Молдова. Это везде проблема. Это везде проблема. Нет учебников, нет учителей. Когда что-то требуешь, предоставь условия. Сначала дай условия. А потом что-то там. А потом начинай требовать. Вот... И еще вопрос. Кого это требуется? Госслужащих. Потому что вне вот этих стен общения... А вот теперь-то госслужащих не согласен. А у нас... Я сейчас объясню тебе. А я скажу, почему. Приходит человек. А там сидит, допустим, кто-то. И говорит ему. А вот конституционный что-то сказал. Все. Он говорит, да я другого не знаю. А я ничего не знаю. Вот чем это страшно и опасно. А вы знаете, что по поводу госслужащих? Так вот наши. Уважаемые евроинтеграторы. Которые вы так стремитесь в Европу. Есть такая организация, как ПСЭ. Парламентская ассамблейская. Совета Европы. Которая 23 января 2018 года вынесла резолюцию. То есть вот недавно прямо... Вынесла резолюцию. В которой четко, черно по белому, написала, что все участники ПСЭ. А Республика Молдова является участником ПСЭ. И есть целая группа депутатов, которые присутствуют на тех заседаниях. Обязана соблюдать этнические и культурные ценности всех этносов, проживающих на территории страны. Раз. Из бюджета выделять финансы на развитие языка, культуры, этносов, проживающих на территории страны. Обеспечить 1 третью мест публичных органов власти. Опа. Парламент. Вот здесь мы и пришли. Парламент, правительство, министерство и так далее. Для этносов, проживающих на территории страны, участников ПСЭ. Скажем так, не титульного этноса. Ребята, а у меня вопрос. Вы, которые стремитесь в Европу, соблюдаете это все, исходя из того, что я захожу на сайт и не могу прочитать информацию на языке, который мне приемлем. Что я захожу в любое министерство и не могу пообщаться на языке, который... А Европа куда стремится? Именно это предполагает, полагает и требует? Это требует. Резолюция ПСЭ обязана для исполнения всеми странами-участниками, входящих в ПСЭ. А наши стремятся в Европу во главе с Конституционным судом. Вот понимаете, чаша весов. То есть здесь вы кричите, что вы европейские ценности, что вы стремитесь в Европу, все, и вам Европа дает резолюцию, которую вы должны исполнять, а вы ее не исполняете, а еще дети слушают. Мало того, венецианская комиссия говорит, ребята, у вас один из лучших законодательств, а вы говорите, а на что оно нам? Бабах по голове. А мы делаем еще хуже ситуацию, понимаете? То есть, скажем так, что эти ребята заигрались, то есть они не только воюют против своих граждан, что мы давно знаем, фактически эти ребята против своего народа, они воюют против принципов и ценностей той Европы, в которую они якобы так сильно стремятся. И хотят попасть. Да, якобы. Но, вы знаете, европейские ценности мне понятны, но что я вижу... Нет, вот здесь европейские ценности, на самом деле, выверенные столетиями, прошли через революции, через войны, через национальные движения. Это опыт огромного континента, и в нем есть очень и очень много толкового, проверенного жизнью. Полностью свободен. Вот мы можем спорить об отношениях к религии, там вот гендерные вопросы, тут можно чего-то там, но эти проверенные веками вещи, и если они говорят, что то законодательство языковое, которое у нас, и которое разрабатывали наши отцы, оно на самом деле одно из лучших на континенте, И тут появляются вот эти голуби, если закрылые, и говорят, он устарел. Значит, или венецианская комиссия тупая, отсталая, устаревшая, что не уловила, что это устарело. Или эти ребятишки как-то не в ладах ни с совестью, ни с логикой, ни с принципами, ни с ценностями. Я вам скажу другое. Как это понимать? Чтобы наши телезрители четко понимали, к чему стремятся нынешнее парламентское большинство, давайте посмотрим Украину, наших соседей. Очень хороший пример, поучительный. Почему? Потому что мы сегодня идем по тому же пути, что в свое время украинцы пошли и получили Донбасс. Ровно по тому же пути. То есть они сначала убрали, первым шагом было аннулирование закона о функционировании языков, и они получили конфликт на Донбассе, а после они пошли просто уже следующий шаг сделали. Они ввели вот скандальный закон. Я знаю, что бы хотел, чтобы наши политики, которые бегают на Киев с печеньками туда, как когда-то в Киев госпожа Нуланд, они перестали, так и наши с печеньками туда бегают. Ребята, посмотрите, Украина не на Марсе, она не в космосе. Нет, я не об этом говорю. Внимание, опыт Украины, вот этот отрицательный государство разрушающий, общество разрушающий опыт, для нас архиважен, потому что мы точно находимся в такой же заведении. Виктор Иванович, вы сейчас к кому обратились? Я обращаюсь... Не-не-не, слушай сюда. Я обращаюсь косвенно, говоря тебе, я обращаюсь к нашим телезрителям и соотечественникам. Это к телезрителям. Люди добрые. Вы сказали слово политики. Люди добрые. Какие эти политики? Вы не можете одно понять? Я все могу понять. Я вам мысль сейчас доведу. Даже то, что тебе кажется, что не могу понять. Тот уровень, то, что произошло на Украине, мы сейчас тот же сценарий ложится здесь. Но там, вы сейчас правильно заметили, был Ануланд, а здесь господин Петик. А теперь улавливайте связь. Тот сценарий, который уже был опробирован и сделан на Украине. На языковом уровне. Хотят перенести сюда. Уже переносят сюда. В январе начали, когда шеф демократической партии полетела в Соединенные Штаты Америки. Аннулировали нам русское обещание. Сейчас аннулировали закон о языках. Следующее. Вот по сценарию идем. Примут, что только на государственном языке, на румынском обучение в школах. Хотя украинцы столкнулись с европейским восстанием. И венгры возмутились, и поляки возмутились, и румыны те же возмутились этим. Но они встали, да? И вот мы тот же сценарий сегодня видим здесь. То есть, ребята, никакого это не политическая игра. Это простая услужливость Соединенным Штатам Америки, который этот сценарий, опробировав в Украине, переносит нам. Совершенно верно. А раз она переносит нам, то жди, давайте будем ждать того же конфликта. Поэтому этого допускать нельзя. Но я скажу, вот теперь, понимаешь, ты говорил, понимаешь, не понимаешь. Как дипломат, я привык считать еще на ходы вперед, да? Смотри, что получается. Трамп говорит о той шестерке. Вот когда семерка собралась, он как бы туз, а не шестерки. Он говорит, что-то мы тут как-то, говорит, без России, о чем мы тут говорить будем, да? Значит, я за этим вижу одно. В Госдепартаменте США, начисто бывшем обамовском, сейчас происходит чистка. То есть, Трамп, вот поставил Помпео, поставил все, начинается чистка. И вот эти дипломаты обамовской, устаревшей, уходящей со сцены, по инерции пытаются украинский вот этот опыт перенести к нам. Ребята, товарищи американские дипломаты, как коллега-коллеги, говорю вам следующее. Не дурите. Идет у вас зачистка. Политика США так же меняется, как и политика многих других стран. И вы со своими вот этим желанием услужить своему начальству, которого уже нет, пришло новое. И наши головотяпы услужить вам, которые уходят со сцены, вы играете не в те игры. Вы не только нам вреда, вы себе вред наносите. Поэтому я что хочу сказать. Ситуация в мире меняется. И мы должны четко понимать, что уважение к людям различных культур, различным национальностям становится краеугольным камнем выживания человечества. И это уже понимают не только китайцы, россияне, индусы и другие, которые... Это начинает понимать даже господин Дональд Трамп. Это практика. Его и клоуном выставляли. И бог знает чем. Он прагматик. Он начинает понимать, что так вот командовать со светлого дома на холме, как раньше, нельзя. И он пытается нащупать новые линии. Давайте с вами скажем прямо, во-первых, заявление уже Евросоюза о том, что им нужно сотрудничать с Еврозес, о многом говорит. И второе, когда собралась вот эта вот семерка, как вы говорите, с тузом с шестеркой, то почему-то параллельно с этим собрался шосс из восьми стран. И там получилась восьмерка. Причем по населению. И приняли Индию и Пакистан. Это полпланеты. А по крупности намного выше, чем вся та шестерка вместе с королем. Сереженька, кончается наша передача. Я думаю, мы еще будем встречаться. Но меня что поразило? Меня поразило то, как, казалось бы, юридические вопросы сталкиваются с жизненно важными проблемами людей, государств. И не только во внутреннем периметре, а и в международном. Все-таки, как важно вот этот кредит доверия между людьми поддерживать с помощью такого важнейшего инструмента современной цивилизации, как закон, законотворчество и право применения. Большое тебе спасибо. И вам спасибо за приглашение. Я думаю, мы еще встретимся. Дорогие соотечественники, вот и заканчивается наша передача. Вы видите, какой целый ворох проблем мы затронули, коснувшись решения вот этого совершенно уму непостижимого, ненужного, вредного и очень опасного для государства и общества, которое касается попытки отменить вот этот закон о языках. Потому что языки – это то, что нас сближают. Языки – это то, что нас делают взаимно, уважительными друг к другу, к нашей общей… Нельзя создать общую культуру, не уважая культуру тех народов, к которой мы принадлежим. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что безразличие, я надеюсь, что то, что сказал Сергей, мне вначале показалось, как-то люди безразлично относятся. Неужели они не понимают, что творится вокруг. Но вот то, что сказал Сергей, что пошла уже и протестная волна, и стали люди, несмотря на летнее каникулярное времени, собираться обсуждать эти вопросы. Я думаю, что осенью мы столкнемся с тем, что эти силы, которые хотят вот этот украинский вариант перенести сюда к нам, обломаются не только на нашем внутреннем периметре, но и на внешнем периметре. Мир меняется на глазах. Человечество начинает понимать, насколько важно взаимное уважение, взаимный респект и взаимное доверие. Спасибо за внимание. Вечнолюбящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова